Продолжаем наш вебинар. Итак, акценты 12-го каталога, о чем же мы сегодня будем говорить. Как все мы знаем, многие проходили тренинг по тайм-менеджменту. Главное правило управления своим временем, эффективного распределения своих временных ресурсов – это не успеть сделать все, а успеть сделать главное, то главное, что дает нам 80% от общего необходимого и ожидаемого результата. Весь процесс, по сути дела, эффективной организации и планирования своего времени сводится к трем основным составляющим. Планируй, выделяй главное и, конечно же, действуй. Питер Дюкер в одной из своих книг написал, что менеджер делает правильные дела, а лидер делает правильные дела. И сегодня мы с вами поговорим о том, на что следует обратить особое внимание в закрытии каталога номер 11, а также на что сфокусировать все свои силы в период действия каталога номер 12, и какие действия помогут нам с вами взять максимум из предложенных компанией Реклэйм возможностей. Итак, сегодня мы поговорим об основных активностях лидера, а также о тех инструментах, которые помогут вам и вашим консультантам быть активными. Ведь какой он активный консультант, консультант, который активен каждый каталог? В первую очередь это консультант, который регулярно демонстрирует каталог и постоянно коммуницирует с имеющейся у него клиентской базой. Поэтому если вы хотите, чтобы таких консультантов в вашей персональной группе было больше, предложите им познакомиться с обзором каталога номер 12. Простые рекомендации, как показать каталог, как работать с постоянными клиентами, как рекомендовать средства по уходу за кожей лица, а также в чем уникальность именно 12 каталога и почему важно сделать заказ именно в 12 каталоге, расскажет вам наш любимый координатор по продуктовой коммуникации, красавица, умница и замечательный человек и специалист своей области. Это координатор по продуктовой коммуникации Альбина Стрельская. Давайте вашу... Так, минуточку, минуточку буквально. Том, помоги мне, пожалуйста, в твоем компьютере переключения. Рада вас приветствовать. Надеюсь, первый спикер уже вас разбудил, и вы успеваете включиться в активную работу. Том, прости, это шутка. И давайте познакомимся с новым каталогом, потому что, как всем известно, товарооборот – это неотъемлемая часть нашей работы, это важный ключевой показатель. Я надеюсь, мое лицо уже как-то ассоциируется с каталогами, с новинками каталогов и с продукцией. Поэтому давайте узнаем, что же предлагает нам следующий каталог. И, как вы уже увидели на этом слайде, на этой картинке, что следующий каталог оформлен в стиле Dolce Vita. Что же такое Dolce Vita? Это роскошь, это элегантность, это итальянский стиль. И вот весь следующий каталог, 12-й каталог, дает возможность получить продукцию качественную, действительно роскошную, по доступным ценам, что немаловажно. Какие трендовые новинки вышли в легендарной люксерии Ariflame? Серия Giordani Gold – это наша премиум серия. Премиум серия, она неспроста, потому что используются действительно дорогостоящие, качественные компоненты, которые максимально ухаживают за кожей. И в этой серии, именно в этом каталоге появляются сразу 4 новинки, что очень приятно. И обратите внимание, я вот вернусь на то, как оформлены эти новинки. Они станут действительно хорошим дополнением, любой абсолютно украшением, любой косметички, как вашей, так и ваших клиентов. И вы всегда можете продемонстрировать не просто косметику, а красивые наборы, красивую упаковку. И это всегда здорово, когда вы находитесь в каком-то элитном месте в ресторане или даже на автобусной остановке. Первое, что появляется в наборе – это тушь. Тушь ультраудлиняющая. И это особенная тушь. Совсем недавно мы говорили о том, что у нас появилась в линейке в серии The One, в линейке экстравыразительность, появилась новая тушь с микрофиброй, которая действительно максимально увеличивает размер ресничек и позволяет добиться эффекта накладных ресничек. Эта тушь также в составе ее есть микрофибра, которая максимально увеличивает длину ресничек. И по данным на основе тестирования на 49%. Кроме того, если мы говорим про премиум серию, конечно же, в составе максимальное количество ухаживающих компонентов – это и витамин Е, и пантенол, которые обволакивают реснички и восстанавливают их. Кроме того, содержится максимальное количество восков, их 6, для того, чтобы тушь осталась пластичной, не осыпалась и не растекалась в течение дня. Для меня это очень важно, потому что бешеный ритм жизни заставляет нас двигаться вперед и порой допоздна. Поэтому важно, чтобы наш взгляд оставался свежим. И в составе это карнаубский воск, воск рисовых отрубей, подсолнечника, дерево сумах и многие другие. Всего 6 восков – это достаточно много. Поэтому обратите внимание свое и ваших клиентов на действительно уникальную тушь, которая появляется в серии Джордани. Кроме того, в обновленной серии, в новой серии появляется еще и тональное средство. Совсем недавно мы говорили о тональном средстве, тоже в серии Джордани. Они несколько отличаются. Чем отличаются? Предыдущее средство действительно очень плотное. И прекрасно подойдет на осенний период, возможно, на зимний период. Но это для любителей максимально скорректировать кожу с первого раза, с первого нанесения. Здесь мы не забываем про тех клиентов, которым важна легкость. Поэтому появляется вот такая чудесная серия. Оттенки очень натуральные, естественные. Она полегче, чем предыдущая серия. Скажем, если ассоциативный ряд включить, то это такая кремообразная текстура, очень легко растушевывается, но при этом действительно тоже хорошо маскирует. В составе ее содержится белый трюфель. Те, кто уже знаком с этим компонентом, я думаю, что многие знакомы. Белый трюфель прекрасно омолаживает кожу, поддерживает эластичность кожи. Кроме того, он еще дополнительно и матирует, и также укрепляет стенки сосудов, что немаловажно, это для тех, кто сталкивается с капиллярной сеткой. Поэтому это не только качественный уход, это не просто декоративное средство, но и качественный уход. Кроме того, средства содержат СПФ-8, это защита от фотостарения. Поэтому обязательно откройте для себя эту серию и откройте для ваших клиентов. Кроме того, в серии, я думаю, что многие ждали вот такой уникальный набор, набор теней. Он состоит из четырех теней. В составе его как матовые тени, так и мерцающие тени, что очень важно. Потому что иногда хочется использовать матовые тени, на какие-то выходы, возможно, мерцающие тени. И в одном наборе скомбинировано несколько оттенков, для того, чтобы вы могли добиться любого эффекта. Будь то дневной макияж или вечерний макияж с макияж. С помощью одной палетки вы можете сделать абсолютно любой макияж. Представлено три варианта. Это мокрый асфальт. Мокрый асфальт холодной оттенки. Прекрасно подойдут для представительниц женского пола, кто как раз-таки подходит к холодному светотипу. Это лето и зима. Мы уже разбирали на Академиях красоты эти светотипы. Поэтому те, кто вспомнит, обратите на них внимание. Но, тем не менее, я представительница теплого светотипа. Сегодня мой макияж использован. В моем макияже использована первая палетка мокрый асфальт. Поэтому здесь есть вариации. Кроме того, вторая палетка – это молочный шоколад. Подойдет абсолютно всем. Действительно очень нежные, кашемировые оттенки. И как раз-таки следующая палетка – это кашемировая слива. Тоже вообще прекрасно подойдет абсолютно всем. Но в большей степени это, конечно, осень. Светотип осень. Обратите свое внимание на эти палетки. В составе их кварц, который обеспечивает ровное покрытие, они действительно налажатся. Можно мокрым способом наносить, можно сухим способом наносить. Достаточно ярко. Но в то же время, так как они минеральные по составу, они очень нежные и не скапливаются на веках. Кроме того, кварц обеспечивает действительно долгоиграющее покрытие. То есть, если вы все-таки обладательница жирной кожи и у вас быстро скатываются тени, обратите внимание именно на эту палетку теней. Но в любом случае важна база, даже прежде чем вы наносите тени. Не забывайте об этом. И тогда макияж будет вас радовать долгое-долгое время. И также в коллекции Giordani появляется вот такая чудесная пудра. Для тех, кто любит действительно матовую бархатистую кожу, этот аксессуар и это средство придет как нельзя кстати. Пудра на минеральной основе, поэтому очень легко наносится. Вы можете варьировать со слоем пудры, нанося ее кисточкой или может быть спонжем, тогда наносится более тяжелый слой. Если вам это необходимо, вы можете к этому прибегнуть. Пудра с SPF 15, опять же защита от фотостарения, позаботились и об этом мы как компания. И представлена пудра в трех оттенках и в составе имеются также ухаживающие компоненты. Это витамин Е, витамин С, которые являются прекрасными антиоксидантами, которые защитят вашу кожу. И масла, масла ши, жаба, которые не дадут возможности пересушить кожу. Макадамии также содержится. То есть помимо того, что вы обеспечиваете равномерное покрытие, прекрасно с первого слоя она уже защищает, можно сказать. То есть если у вас есть все-таки пигментные пятна, то есть она прекрасно скрывает эти пигментные пятна. И дополнительно вы ее не пересушиваете. Потому что есть такой момент, когда мы используем на постоянной основе пудру. Поэтому обратите внимание на эти средства, свое внимание и, конечно же, наших клиентов. Потому что они действительно очень достойные и качественные. И я думаю, что вы оцените их по достоинству. И какой продукт станет завершающим штрихом вашего изысканного образа? Драйвером каталога является аромат Miss Giordani. Это, кстати, один из моих любимых ароматов. Он отвечает абсолютно всем тенденциям летнего сезона. Потому что верхние ноты – это цитрусовые ноты, это грейпфрут. В сердце аромата Нироли. Нироли – это еще и афродизиак. А аромат постепенно раскрывается. Он очень чувственный. То есть и в сердце его почули, вониль. Но при этом он абсолютно неприторный. И вы этот аромат уже можете приобрести 65% скидкой, делая заказ на 42 условных единицы. Автор аромата действительно известный парфюмер. В парфюмерных кругах Lucas Giordani. И вы видите, у него достаточно вмешающее портфолио. Поэтому обратите внимание ваших клиентов и свое, конечно же, внимание именно на этот аромат. Кроме того, он оформлен аромат в стиле Giordani Gold и станет прекрасным дополнением и украшением вашего туалетного столика. И кроме того, обратите внимание, что приобретая любое средство из серии Giordani, вы можете приобрести всего за 41 тысячу роскошную помаду икону стиля из серии Giordani. Какие трендовые продукты помогут вам всегда быть в хорошем настроении? На предпоследней страничке нашего каталога появляются вот такие вот ароматы. Это, конечно же, не духи. Это туалетные воды. Это спрей для тела. А для чего они созданы? У нас еще впереди бархатный сезон. И многие наверняка еще полетят на отдых. Когда жарко, когда действительно жарко, особенно, я думаю, что все вспомнят о предыдущей неделе, совсем не хочется пользоваться какими-либо духами. Но при этом хочется ощущать какой-то приятный аромат, ненавязчивый аромат. Именно для этих целей создают спрей для тела, который используется на влажные волосы, на увлажненную кожу после душа, который дает легкий намек на аромат. И представлены в двух вариациях. Это Miss Relax. Говорит аромат сам за себя. Он очень нежный в сердце, жасмин. И бамбук, да. И Miss Happy, он с апельсиновыми оттенками, радостными оттенками, с оттенками также желтой сливы, да, который вам подарит еще и настроение. Поэтому обратите внимание ваших клиентов еще и вот на эти ароматы. И в завершении хотела вам напомнить, что этот каталог является последним каталогом, да, 12-й каталог является последним каталогом, где вы для своих клиентов можете предоставить скидку 15% на всю продукцию Wellness. Обязательно вспомните об этом, не забывайте, потому что наши мамочки, да, и мы как мамочки готовим наших детей к школе, да, и говорим сейчас во многом о витаминах, да, и не только, поэтому обязательно проговорите им о скидке. Действительно уникальное предложение. Ну, на этом все это, все, что я вам... ...в качестве лидера и о лидерских акцентах в нашей работе. Совсем скоро, буквально через пару дней, в ночь с воскресенья на понедельник, почти две тысячи самых успешных лидеров Арифлейм стран СНГ отправятся на жаркую Испанию в один из самых красивых городов, Валенсия. Для многих эта поездка станет еще одной мечтой, сбывшейся вместе с компанией Арифлейм. Исполнятся ли ваши мечты в будущем, зависит только от вас. Сейчас очень важно определиться, с какой именно командой, с каким именно результатом вы хотите увидеть ваш бизнес через год к началу Золотой конференции 2016 года в Турции. На какое звание идете вы и на какое звание ведете ваших людей и станете ли вы участником этой Золотой конференции вместе с вашей командой. Итак, три основных ключевых момента для эффективности лидера. Это развитие базы активных консультантов и поддержание активности ваших структур. Это, конечно же, рекрутирование, без которых невозможно ни поиск новых бизнес-партнеров, ни развитие бизнеса. И, конечно же, спонсирование и развитие лидерства, развитие новых уровней в ваших командах и в ваших структурах, закрытие вами новых званий. Вот о чем мы поговорим сейчас, буквально уже через пару минут. Итак, главный акцент периода действия 12-го каталога, как и весь летний период, это, конечно же, активность в структуре. Компания дает вам различные варианты для повышения активности. Это акции лояльности, это прекрасные продукты в каталоге. И все мы прекрасно знаем простой закон. Все учили физику в школе. Это для того, чтобы структура лидера была активна, необходимо, чтобы отток людей не превышал приток людей. То есть, если говорить простым русским языком, необходимо рекрутировать хотя бы столько же, сколько людей засыпает в этом каталоге. Чтобы наполнить бассейн, нужно, чтобы воды пребывало больше, чем вытекало простые законы физики. Именно поэтому раньше, когда еще был критерий лидерского клуба, который показывал для лидера основные точки, на которые следует ориентироваться, для того, чтобы не просто быть стабильным, но и расти. И критерием была в том числе лидерская активность на уровне 70%. Мы всегда с вами говорим о том, что залог стабильной структуры это 70% активности персональной группы лидера. Сейчас во многих спецпредложениях, которые мы запускаем для наших лидеров, например, встреча «Курс на Анталию», которая состоится 8 сентября, о которой мы с вами еще поговорим, для лидеров мы выставили один из критериев – это уровень активности в структуре 70%. Поэтому сейчас, отходя так от теории, не буду больше умничать, я хочу сюда пригласить на нашу импровизированную сцену человека, который из каталогов в каталог показывает нам наивысшую активность в структуре. В ее структуре каждый каталог активность выше 70%. Все абсолютно консультанты знают о всех акциях, которые проводит компания, знают о том, как предложить каталог, знают все новости компании, потому что Наталья Сабынина, директор города из Бреста, всегда держит свою структуру в тонусе. О том, как ей это удается, она расскажет вам уже сама. Я передаю слово Наталье. Встречайте бурными аплодисментами. Наталья Сабынина, директор из города Брест. Наташа, сейчас передам слова, отключу свое изображение и замолкаю. Да, слышно меня? Слышно? Меня зовут Сабынина Наталья, я директор из города Брест. Хочу сказать огромное спасибо за предоставленную возможность и за честь, огромную честь выступать сейчас с вами. И мне будет очень приятно, если моя информация будет полезна. Не переключается, слайды. Спасибо. Каталог номер 5. Товарооборот моей команды составил 9806 баллов. Каталог номер 10, вы видите, да, итого 19177 бонус баллов. С чего все началось? Мой следующий слайд. Ага, спасибо. Все началось с принятого решения и поставленной цели. Знаете, когда у лидера, лидер принял решение и поставил цель, то, естественно, и притягиваются нужные люди. У меня увеличивая, команда моя пополнилась новыми лидерами, и увеличился лидерский состав моей команды. Это мы со своей командой на последнем мероприятии нашей компании. Как мы коммуницируем? Слайды, слайды. Как мы коммуницируем? Это личная встреча. Мы с лидерами договариваемся, что нужно со своими консультантами, со своими потребителями как можно чаще встречаться. То есть в офисе, когда консультант забирает заказ, лидер старается почаще находиться в офисе. Это где мы можем протестировать аукционные продукты, где мы можем рассказать о новинках, либо подобрать, либо ответить на вопросы наших потребителей. Конечно, это звонки по телефону, группа для потребителей, где потребители могут задать вопросы и получить ответы на вопросы, где потребители узнают про распродажи, про новинки, про лучшее предложение, и также полезную информацию по уходу за волосами, по уходу за кожей лица. И также есть у нас отдельная группа в Viber. Это для растущих лидеров, для менеджеров, где они тоже узнают нужную полезную информацию для себя. Также для коммуникации мы применяем это e-mail-рассылки, где высылаем на e-mail тоже полезную информацию по wellness, записи, вебинаров, либо другую интересную информацию, полезную информацию, и, конечно же, смс-рассылки. Но мы со своими лидерами пришли к выводу, что самое эффективное – это личная встреча, где мы можем сблизиться с нашим новичком, либо потребителем, где мы можем поговорить и ответить на вопросы. Следующий слайд. Акции. Знаете, мы отрабатываем на все 100%. На каждой лидерской встрече я неоднократно повторяю и в течение каталога повторяю, говорю своим лидерам. Наша компания Reflame, эту информацию я услышала в мае на встрече с нашим ISM. Компания Reflame проинвестировала 1 миллион евро в 2015 году в акции. Акция, которая была с 1 мая по 9 мая, стоила компания Reflame 300 тысяч евро. На лидерских, я говорю, девочки, если бы у вас был традиционный бизнес и вы проинвестировали огромные деньги в развитие своего бизнеса, скажите, как вы отрабатывали бы, как вы работали? И я просто их призываю, давайте договоримся так, что каждую акцию мы отработаем на все 100%. Когда звоним мы своим потребителям, своим консультантам, мы говорим, сейчас лето жарких скидок, такого еще не было никогда. И лето уже заканчивается. Компания Reflame каждую неделю делает сильнейшие распродажи со скидкой 80%. И сейчас уникальная возможность купить продукты, которые стоят по каталогу 400 тысяч за 100 тысяч белорусских рублей, 111 тысяч. Если тебе нужны деньги, у тебя есть хорошая возможность заработать, потому что сейчас очень легко предложить эту водичку, и можно заработать. На юбочку ребенку, да, в школу, либо на тетрадки, либо на рюкзак. То есть, сколько ты хочешь, сколько тебе нужно денег. Потому что сейчас это легко. И, конечно же, мы показываем выгоду для клиентов. Это ты можешь заработать, это ты можешь сейчас купить подарки своему мужу, своему брату, мужу-подруге, да, или там знакомому. То есть, сейчас очень хорошее предложение. И только сейчас, потому что это не на сентябре, это закончится. Только сейчас уникальная возможность. Какая же выгода для лидеров? Я говорю, ты понимаешь, ты потратил время для того, чтобы пригласить этого человека. Ты потратил время и энергию, чтобы рассказать ему. И сейчас ты легко просто так сдаешься, тебе просто нужно донести, и твоя задача, чтобы этот потребитель покупал у тебя, у компании «Рифлэм». Иначе он пойдет в другой магазин, но он будет покупать у других. Что ты потеряешь? Ты потеряешь товарооборот, это твой уровень, то есть, ты знаешь, что ты теряешь деньги, да. То есть, лидер знает, что ему нужно отработать на 100%, потому что его потребитель, он мылся, моется и будет мыться. Задача, куда он пойдет? Либо в магазин, либо к тебе. Правильно? Следующий слайд. Велнос. Знаете, вот сейчас говорили, что сейчас мы очень активно, мы всегда на протяжении всего каталога очень активно работаем с Велнос. Каждая встреча, то есть, знаете, лидеры при каждой встрече со своими консультантами, они говорят про здоровье на каждой встрече и про Велнос. И сейчас остро ставим такую тему, ты подготовил ребенка в школу, представьте, ваш ребенок, ваши дети сейчас наслаждались отдыхом, бегали, загорали, сейчас они пойдут в школу. Какой стресс испытает организм ребенка? То есть, он уже отвык от этого напряжения, от этих нагрузок. И подготовила ли ты ребенка в школу? Нам всем, конечно, дорого, нет людей, кому было бы безразлично свое здоровье и здоровье своих детей. Просто нужно напомнить, что нужно не только покупать тетрадки, ручки, одежду детям в школу, а также позаботиться о здоровье, потому что сентябрь, и просто тебе даст знать, учеба даст знать. То есть, подготовил ли ты, помоги ребенку усвоить материал, потому что нагрузка будет сильнейшая. И премьер-клуб. Мы с лидерами договариваемся, что наша цель, когда приходит новичок, либо наши потребители, они должны держать 100 баллов минимум. То есть, если приходит новичок, и он делает 79 баллов, 80, я встречаюсь с лидером, говорю, почему он 80 делает? То есть, твоя задача рассказать ему, подсказать, как же сделать 100 баллов. Потому что многие, ну вот у меня многие потребители здесь, для того, чтобы покупать wellness с 50% скидкой. И многие потребители даже не знают, что 50% можно купить там туалетную воду. То есть, они знают, что wellness, и все, это максимально выгодно. Я ему рассказываю, почему wellness, потому что тебе это максимально выгодно. Мы вместе просчитываем. Поэтому цель номер один, чтобы потребители, наши консультанты делали товарооборот минимум 100 баллов и держали этих 100 баллов. То есть, ни в коем случае, ни на балл меньше, ни на 2 балла меньше, обязательно 100 баллов. И скидка 50% на wellness. Следующий. Новички. Мы со своей командой, опять же, у нас цель номер один, и задача, это чтобы все наши новички были обязательно, прошли спа-уход, где для них подберут, где им подберут крем, уход, расскажут, ответят на все вопросы. То есть, и благодаря спа-уходу, конечно же, лидер, он сблизится с новичком, он ближе познакомится. И на каждом спа-уходе мы, опять же, рассказываем про wellness. И вот буквально недавно проводили спа-уход, мы рассказали, как раз уже была, объявили акцию на протеиновые батончики, у Аулета, последняя неделя каталога, и рассказали про батончики. Приглашенные сразу же были готовы купить, то есть, они дали деньги, все, мы хотим купить батончики. То есть, естественно, от оформления дисконта, сразу же регистрация, ну и покупка батончиков. То есть, после спа-ухода уже приглашенные готовы покупать wellness. На спа-уходе я приглашаю на wellness-презентацию, мы приглашаем на wellness-презентацию, где они могут сделать анализ состояния организма, где они могут продегустировать продукты. Потом же, если по каким-то причинам приглашенные, допустим, не приходят ни на wellness-презентацию, либо, ну, знаете как, ну так, еще ушел в сомнениях, есть еще третье прикосновение, это мастер-класс по визажу, который мы проводим еженедельно. И у нас разные темы, это и макияж смоки, это красная помада, это базовый макияж. Очень нравится мастер-класс по визажу нашим новичкам, где они могут протестировать декоративную косметику, где они могут подобрать тональную основу, где они могут протестировать помады. Как правило, после мастер-класса у нас очень хорошие баловые заказы. И опять же, мы договариваемся с лидерами, что они должны присутствовать на данных мероприятиях, чтобы, опять же, ответить на вопросы наших новичков. Да, опять же, ближе, что ли, ну как-то, то есть еще прикосновение, совсем прикосновение, вода камень точит, то есть, понимаете, то есть не один раз пригласил и забыл общаться, разговаривать, то есть дружиться, что ли. И опять зовем, приглашаем наших новичков и консультантов, потребителей на школы по новинкам, где мы вместе полистаем каталог, где мы вместе разберем новинки, где они получат ответы на вопросы, протестируют новинки. Можно следующий слайд? Да, спящие консультанты. Ой, это совсем очень интересно, то есть наши, как правило, спящие консультанты, у них нет каталогов. И мы по телефону, то есть кто-то там на даче, кто-то, не знаю, там, уехал там не дома, да, и я звоню, там, можешь ты говорить? Да, могу. Знаешь, сейчас вот такая распродажа, только сейчас летом у нас продукты с 80% скидкой. И не обязательно вот этому консультанту иметь каталог. Я просто, мы просто проговариваем буквально пару продуктов по хорошей цене, то есть по большой скидке. Это аукционные продукты. И сейчас у нас очень хорошая доставка, то есть не нужно платить продукт, а за доставку шикарные продукты. И получается, что консультант, не глядя каталог, он делает заказ. Я ему прямо говорю, мы сейчас у компьютера, можно сейчас делать заказ, разместить, ты сможешь оплатить? Оплата вот в течение 4-5 дней. Ты можешь оплатить? Да, могу. Я сейчас размещаю заказ, см-очка тебе сбрасываю, напоминаю твой регистрационный номер и сумму. Хорошо? Хорошо. То есть опять же, нужно отследить оплату этого заказа, но, то есть, очень довольны. Какой плюс в том, что консультант получает каталог, он вместе с нами, но я еще стараюсь, я позвоню, спрашиваю, скажи, когда ты будешь забирать заказ? То есть я хочу встретиться с этим консультантом, показать еще раз выгоду, программу лояльности, наши подарки, наши акции, чтобы вернуть его к себе, чтобы он был с нами. Наборы по 200-300 тысяч составляем, то есть это очень хорошее предложение, потому что реально получается шикарный набор, туалетные воды, доставка, и позволит тебе купить набор за 200-300 тысяч, который стоит гораздо дороже. я думаю, что позволит себе каждый, купить набор за 200-300 тысяч, потому что наши потребители мылись, моются, и будут мыться. Но вопрос, где у и у кого. Что еще? Знаете, вот хочется так все рассказать, вроде бы так, вот основные моменты я рассказала. И что еще хочу сказать? Я хочу сказать, мне будет очень приятно, если бы моя презентация, и моя информация будет полезна вам. И хочу завершить свое выступление такими словами, которые услышала от Екатерины Дудко. Сильные станут еще сильнее, а слабые уйдут. Эффективен ли я как лидер? Мы поговорили с вами о том, что необходимо делать для того, чтобы поддерживать активность на 100%, для того, чтобы максимально увеличивать свою активность. Следующий акцент, который, сложно сказать, что он является важным именно в 12 каталоге, потому что это то, без чего наш с вами бизнес, MLM бизнес не работает. Это приглашение новых людей в структуру. Это, конечно же, рекрутирование. Зачастую, когда ваши астмы приезжают к вам на лидерскую встречу, когда проводят координации, когда вы разговариваете с вашим спонсором, первый вопрос, который мы задаем нашим бизнес-партнерам, это сколько у тебя сегодня было регистраций, сколько человек ты пригласил в свою команду. И так сложилось, что есть определенная статистика, которая говорит о том, что если ты хочешь расти, тебе необходимо приглашать столько-то рекрутов в каталог. Например, все мы с вами знаем, что на структуру директора минимум, который необходим для того, чтобы просто поддерживать свою структуру в тонусе, просто поддерживать свой уровень и быть стабильным, это 22 рекрута в каталог на структуру. Если вы хотите расти, то мы с вами всегда говорим о том, что необходимо приглашать как минимум 30 рекрутов и более в вашу персональную группу. Если сегодня распечатывая свой информационный листок, если сегодня беря свой литерский отчет, вы видите цифры не те, которые хотелось бы вам видеть, и ваши результаты вас, может быть, где-то немножко не устраивают, может быть, совсем не устраивают. Посмотрите на количество рекрутов в эту колоночку, и вы ответите на вопрос, почему же результаты меня не устраивают, и что мне необходимо делать далее. На сегодняшний день на структуру директора в Беларуси пришло 12 рекрутов. Это итоги 11 каталога на сегодняшнее утро на 9 утра. 12 рекрутов в структуру директора. Если вас интересует вопрос, что же мне делать, почему я не расту, и вы ссылаетесь на летний период, я могу смело заметить, что это не так, и это здесь абсолютно ни при чем. Да, кто-то уезжает в отпуск, но кто-то в то же время с отпуска возвращается, приезжает с дач, а у кого-то дачи в принципе нет. Выходя на улицу, идя в офис, я постоянно вижу большое количество людей в городе, гуляющих с детьми, поэтому люди есть, они повсюду. Наша задача подходить к ним, общаться и приглашать их в компанию Арифлейн. 12 рекордов на структуру директора, ребят, это не мы с вами, это не работа на 100%, это не лидерская работа, поэтому давайте не будем распугивать и отгонять людей от Арифлейн, давайте все-таки будем их приглашать в компанию, потому что у нас действительно есть что предложить как обычному потребителю, так и тем людям, которые хотят зарабатывать деньги, строить бизнес вместе с компанией Арифлейн, осуществлять свои мечты и подарить детство своим детям, подарить будущее своей семье и своим родителям. Лидеры, которые растут в любой период и для них нет сезонности, рекрутируют систематически каждый каталог. На этом слайде вы видите пример белорусских растущих лидеров и обратите внимание, я специально обвела красным их показатели по рекрутированию, начиная с января 2015 года, с первого каталога по 11. Вы видите, какие здесь показатели. Вверху верхней таблички это директор компании Арифлейн и обратите внимание на товарооборот и на рекрутинг. Чуть ниже вы видите, это растущий, уже не менеджер, уже старший менеджер, который идет на закрытие квалификации, директор, растить своих бизнес-партнеров и точно так же обратите внимание количество рекрутов. Среднее, это 20, даже чуть больше получается. Да, вот последние каталоги, например, обратите внимание, 63 рекрута, 61, 67 и 11 каталог, текущий результат, 47 рекрутов в директорскую структуру. Вот это те цифры, которые позволяют нам с вами планировать новое звание, участие в золотых конференциях и использовать все бонусы и дополнительные, ситуационные и все привилегии плана успеха для лидеров компании Арифлейн. Итак, как же рекрутировать, что делать для того, чтобы быть более эффективным в рекрутинге, сейчас вам расскажет директор из города Бреста Ольга Ильич, и вы можете обратить внимание, чтобы не быть голословным, сколько новых рекрутов приходит в команду Ольги тоже вот за 2015 год, я взяла данные с 1 по 11 каталог. Вы видите эти цифры, а пока вы мотивируетесь результатами Ольги, и планируете, что вы сегодня сделаете для того, чтобы в вашу команду пришло столько же рекрутов, а может быть и больше, я передаю слово Ольге. Просто в чате Плю Ильич, как уже Тома сказала, я директор из города Бреста, я вхожу в структуру Александра Шамановича и Ирины в Тушок, передаю привет своим спонсорам и передаю привет своей команде. Без команды такого результата, конечно же, не было бы, мы бы такого результата не добились. Хотя результат еще, я хочу сказать, что мы только раскачиваемся, но тем не менее хочу поблагодарить особенно Ирину Федосенко, которая пригласила выступить на вебинаре и буду очень рада, если моя сегодняшняя информация и моя презентация будет вам тоже полезна. Ну что ж, немножко познакомились, переходим к следующему слайду. Вот что хочу вам рассказать. Мы вообще работаем различными методами. Команда у нас достаточно большая, она находится по всей республике. Мы называем, что наша команда разношерстная, потому что разные возраста, абсолютно разные возможности. Стараемся подбирать методы работы, методы рекрутирования для каждого человека, ну, индивидуально, да, скажем, по возможностям. И работаем мы очень успешно онлайн, так и работаем успешно офлайн. Ну, а лето, пора года, такая замечательная, где можно выйти на улицу, поработать с холодным рынком, дарить людям улыбки, хорошее настроение, прекрасное. Поэтому сегодня я хочу поделиться одним методом работы с вами, именно работа командная на холодном рынке. И хочу рассказать вам не про город Брест, а про город Пружаны. Так как именно в Пружанах у нас открыт офис, это СПО номер 150. СПО, менеджером СПО является мой ключевой бизнес-партнер, старший менеджер компании Reflame Татьяна Киселевич. И именно с этой командой мы сейчас взялись так активно за метод рекрутирования, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Что мы делаем? Мы, в принципе, ничего нового не придумали, просто добавили несколько фишек к нашему методу, работаем за промостойками, чем хочу с вами, собственно, поделиться. Вы знаете, что промостойка это командный метод работы в одиночку. Этот метод, ну, может, у кого-то и работает, у нас в одиночку он работает слабовато, потому что стоять за промостойкой и призывать людей, типа, купите семечек, подходите у нас с Reflame. Конечно, это не тот уровень, поэтому мы стараемся работу за промостойкой сделать праздником, сделать это красиво, со вкусом. Поэтому что мы делаем? У нас обязательно должны на промостойке и присутствуют корпоративные элементы. Это вы видите, у нас салатовые шарфики, бейджики, это листовочки, каталоги, ну, на данный момент тут еще и пробнички. В верхний слайд вы видите, что мы еще параллельно запускали акцию «Спасибо», рекламировали, рассказывали про новый аромат «Тендерли Промис». И таким образом вот мы работаем за промостойкой. Сразу хочу сказать, что для этого метода, о котором я сегодня буду рассказывать, нужно как минимум три человека. Это, ну, идеально, скажем, три человека. Два человека маловато, три замечательно, если чем больше, тем лучше. И работаем следующим образом. Один человек или два, в зависимости от того, сколько вас собралось, какая у вас команда, находятся за промостойкой. Обязательно должны быть ручки, обязательно должны быть анкеты, каталоги и раздаточный материал. Ну, плюс обязательно мы запасаемся пакетами компании «Рифлейм». Расскажу чуть позже об этом. И у нас есть так называемые «зазывалочки». Люди, которые не просто ходят там, кричат «Рифлейм», «Подходите к нам» или «Тянут за руку». Нет, ни в коем случае. Мы используем красивые цветные листовки, поэтому «зазывалочки» один человек или два человека. У нас это два человека, мы идем в противоположные стороны от промостойки. Два человека приглашают, раздают листовки обязательно с улыбкой. И у нас такие листовки. На следующем слайде я их вам покажу. Просто говорят, «Здравствуйте, компания «Рифлейм». Обменяйте листовку на подарок, подходите к промостойку». Указывают рукой, обязательно, жестом, где находится промостойка, если отошли чуть-чуть подальше. И эти «зазывалочки», эти люди, они у нас должны быть немножко дальше от промостойки, чтобы хотя бы несколько шагов, потому что человек, который берет листовку, смотрит и думает, надо ему или не надо, либо проходит мимо, либо за это время, за 2-3 секунды, он заинтересовался и подошел к промостойке. Ну, и за промостойкой стоит один или два менеджера, мы меняемся, чтобы в роли и «зазывалок», и роли менеджеров, и людей, которые общаются, и дальше работают с людьми, побывали все члены нашей команды, чтобы почувствовали себя в разном, скажем, варианте, в разном амплуа. И вот таким образом мы приглашаем людей. А почему, вообще, зачем мы используем этот метод? За промостойкой работаем мы давно, но, может быть, только у нас, может быть, не только у нас. Сложилась такая ситуация, что Пружаный городок небольшой, там вместе с районом около 20 тысяч населения, и хочу сказать, что у каждого города своя специфика, но именно про Пружаны хочу сказать, что люди там очень хорошие, но, знаете, немножко стеснительные. И их пригласить на офис, а офис, я верну слайд, хочу сказать, что офис мы делали со всей душой, дабы показать уровень компании Арифлейм, какой-то европейский уровень, чтобы человек, придя в наш офис, почувствовал ту атмосферу, тот уровень компании. И офис мы делали со всей душой, соответственно, мы приглашаем людей со всей душой, а они не идут. Вот если у вас такое было, я буду очень благодарна, если вы меня поддержите в чате плюсиками. Очень сложно пригласить людей было на какое-то мероприятие, на какие-то презентации, на дни команды. Мероприятий мы проводим очень много, даже на спа-уход. Действительно, пригласить людей тяжело. Мы столкнулись с такой проблемой, поэтому решили использовать метод и дарить подарки. Хотя я прекрасно понимаю, что подарками всех не задаришь, но подарки у нас не просто так, и об этом я тоже чуть-чуть позже расскажу. Так вот, друзья, что мы делаем? Вот видите, на этом слайде внизу справа вот такие листовочки мы раздаем. Еще раз повторю текст. Здравствуйте! Обязательно улыбаемся, репетируем этот текст по нескольку раз с нашими девочками, друг к дружке говорим, обязательно, чтобы не спотыкнулись, не красиво этот текст рассказали, красивым голосом, ровным говорим «Здравствуйте, компания Reflame! Обменяйте листовку на подарок, подходите к промостойке» и указываем на промостойку. Что же человек делает за промостойкой? Он приходит за промостойку, мы сразу ему не раздариваем подарки, не даем там каталоги, пробнички и все остальное. Нет. Мы говорим «Здравствуйте, заполните, пожалуйста, анкету, и мы вам расскажем, как вы сегодня сможете эту анкету обменять на несколько подарков на ваш выбор». То есть человека немножко интригуем, тем самым заинтересовываем. Анкета абсолютно простая, вы можете использовать что-то свое, добавить разные вопросы. Я вам привела пример свойств. те анкеты, с которыми мы работаем. Это ваше имя, ваш телефон, где вы покупаете косметику. Этот вопрос, конечно, чтобы завести разговор с человеком, потому что многие начинают спрашивать, там, или я косметикой не пользуюсь. Тут мы говорим, где вы покупаете зубную щетку, пасту, шампунь. А, ну это вот, например, в магазине, или у консультанта по каталогу. Либо, если человек говорит, что он уже консультант, мы говорим, что данная акция у нас только для зарегистрированных покупателей, для незарегистрированных покупателей, да, то есть не для консультантов. Хотя, сразу скажу, что первый раз мы так не говорили, и, конечно, к нам на офис приходили и консультанты, уже зарегистрированные из других команд. Ну, на своем опыте, я скажу, что и спа-уходы посещали другие консультанты, но мы рады за то, что мы тоже набрались опыта, я думаю, что консультанты остались довольны, и теперь с удовольствием будут обслуживаться у нас на СПО. Что дальше? Видите, какие вопросы? Вопросы очень простые, нужно только отметить галочкой, либо подчеркнуть, либо обвести в кружочек. Было бы вам интересно получить дисконтную карту, скидка 18% и подарки от компании Арифлейн, в основном не 100%, но практически 100% отвечают да, посетить мастер-класс по красоте, это грамотный уход за кожей, тестирование продукции, пройти процедуру диагностики организма на японском аппарате Тонита, интересен ли вам дополнительный заработок, или стабильный доход. Обязательно пишем дату в время встречи. Таким образом мы ведем тоже статистику, сколько у нас анкет заполнено, в какой день, в какое время приблизительно, в какое время более активно. И таким методом мы работаем в основном два дня, это суббота-воскресенье, так как я проживаю в городе Бресте, но видите, география у нас абсолютно разная, и именно на выходные, в субботу-воскресенье, мы приезжаем и работаем в город Пружаны. И чтобы не быть голословным и не просто так человеку говорить, ну вот приходите на наш офис, мы вас там ждем. Нет, у нас, видите, рядышком возле анкеты есть купон, купон на получение подарка от Reflame. Мы назначаем дату и время. Лучше всего, когда вы проводите, например, в субботу провели вот такую работу за промостойкой и приглашаете на этот же день, на субботу. Вот, у нас мы по-разному, в зависимости от обстоятельств, бывает, что из субботы на субботу приглашаем, но чаще мы субботу и воскресенье два дня работаем и приглашаем на воскресенье. Соответственно, дату, время пишем. У нас это 13.00 в воскресенье, тут же на этом купоне написан адрес, тут же ваш менеджер и телефон, чтобы связаться в случае того, если где-то офис не нашли или еще чего-то. Этот купон отрезается при человеке, вручается с такими словами, что возьмите, пожалуйста, купон, мы приглашаем вас в 13.00 туда-то, туда-то, на наш офис. Мы работаем недалеко от офиса, показываем прямо рукой, объясняем, как туда дойти. Вот это здание, вот красная крыша, видите? Потому что без этого мы поняли, что люди, да-да, человек ушел, позвонить ему стыдно, переспросить у кого-то тоже не хочется, может не дойти. То есть делаем такие крючочки, чтобы человек однозначно больше процентов дошли. И с таким купоном люди приходят к нам на офис. Вот это наши последние встречи на офисе. Хочу сказать, что если раньше к нам приходили пару человек, то есть, соответственно, время, когда мы выдавали заказы, общались со своими уже действующими консультантами, но нам нужна, скажем, новая кровь, нужен поток людей, мы его организовали именно таким методом. Потому что раньше по 25 человек, там по 20 человек к нам на офис не приходили на мероприятия люди. Конечно, подарки играют тут свою роль, но подарки мы дали мне просто так. Мы на офис приглашаем, говорим, что вам нужно будет прослушать презентацию. Приходите, пожалуйста, к 13.00 не опаздывайте, потому что презентация, вам нужно будет прослушать презентацию 10 минут, и вы получите свои подарки. Повторяем, что у вас несколько подарков на ваш выбор. Человеку очень приятно, когда у него есть выбор. Даже если есть подарки, но есть выбор, это вдвойне приятнее. Проводим презентацию. Презентация очень краткая, потому что очень важно создать впечатление. На этой презентации мы кратко рассказываем о тех возможностях, которые дает компания Reflame. Мы знакомимся, знакомим людей с нами, с нашим консультативным центром, спрашиваем, бывали ли здесь они раньше. Вы знаете, последние разы, последние выходные ни один человек не поднимал руку. Нам тем более было приятно, что люди первый раз и пришли, все-таки дошли, имели смелости, потому что не все доходят, конечно. Проводим 10-минутную презентацию и после презентации дарим подарки. Подарка у нас 4. Первый подарок это, конечно, продукция. Очень ждем появления набора Dream Cream от компании Reflame, потому что очень нужны нам эти маленькие кремики. Думаю, что приятный подарок. Пока этих наборов нету, честно признаюсь, что мы с менеджерами просто, ну скажем, свои запасы пересмотрели и посмотрели, что мы приобретали по большим распродажам. и дабы такую рекламную акцию большую сделать, разрекламировать, еще раз пропиарить наш офис, мы собрали такой набор продукции. Там и мылка, там, например, мычалочки для душа, там, крема для рук. То есть, ну, я думаю, что каждый может придумать. А в будущем, например, если не обязательно для каждого давать именно подарок по продукции, можно среди присутствующих, к примеру, разыграть какой-то большой подарок один, да, либо наборчик какой-то, но среди присутствующих. Это первый подарок. То есть, мы говорим, что возьмите, пожалуйста, ваши купоны, говорим человека, например, подходите к Юлии, всем с бейджиками, подходите к Юлии с вашим купоном и купон обменяйте на подарок из продукции. Это первый подарок. Второй подарок у нас оформление дисконтной карты. Оформляем мы ее бесплатно, вкусно, очень преподносим дисконт на нашей презентации. Вот этой 10-минутной презентации мы проводим на большом экране. У нас есть проектор, скажем, пока еще не личный, а на прокат берем проектор и проводим презентацию. Людям тоже приятно. Очень вкусно рассказываем про дисконтную карту, про 18-ти процентную скидку, про экономию до 95-ти процентов, про накопительную систему. И люди с удовольствием, не скажу, что 100-ти процентов, но оформляют дисконтные карты очень много людей в последние именно разы. Столько людей, которые желали бы оформить дисконт, просто так за промостойку у нас никогда не получалось такой процент. Ну вот, я говорю, именно на этом городе. И еще два подарка. Третий подарок это сертификат на два человека, на посещение спа-ухода за лицом. Опять же, повторяемся, что это абсолютно бесплатно. Люди у нас, знаете, подходят с разными впечатлениями, возможно, негативный опыт, который у них уже был. Мы говорим, что подарки от слова «дарить», поэтому, если говорят, вы что, с нас там деньги вытянете, ну, бывает всякое. Мы говорим, что подарки от слова «дарить», поэтому никаких денег мы с вас ни в коем случае не вытягиваем. Наоборот, в рамках рекламной акции мы расскажем и подарим вам подарки. Очень приятно, люди удивляются, очень хорошие отзывы, конечно же, ну, подарки всем приятно получать, главное, чтобы был от этого результат, они просто подарили подарок и люди ушли. А результат есть, есть результат в оформлении дисконтных карт. Третий подарок, как я сказала, это приглашение на спа-уход, приглашение на двоих. Можно взять маму, можно взять подругу, начинают у нас приходить уже мужчины, это, конечно, немножко стеснительно, их еще пока мало, но уже подумаем о том, что почему бы нам мужской спа какой-то раз в неделю или раз в каталог именно день для мужчин для их красоты не посвятить, так как такие идеи тоже есть. И четвертый подарок, это приглашение на сканирование тела на японском аппарате Тонида, также на двоих человек, то есть на два лица, на две персоны приглашения. Вот такие подарки получают люди, регистрируется очень много человек, поэтому стартеров у нас, конечно, больше, чем рекрутов. И в последнее время хочу сказать, что мы получили данные о регистрации и человека в этот же момент не регистрируем. Когда мы человека зарегистрировали, мы даем ему все данные, мы даем ему каталог, говорим про курс, про распродажи и потом договариваемся с ним через день, на следующий день либо через день созвониться, человек листает каталог, он был на презентации, у нас есть великолепная выставка ароматов, то есть люди сразу могут протестировать ароматы, пойти, подойти, выбрать то, что нужно для него. И мы вот в последнее время регистрируем тех, у кого есть заказ. Остальных просто ждем, люди приходят, бывает, что приходят с опозданием на каталог, и мы просто не оформляем им номер, они приходят, мы достаем каталог, и когда они выбирают заказ, регистрируем их, ну вот в этот момент. Интернет есть, это сделать 2-3 минуты, просто столкнулись с тем, что стартеров много, потом проходит 21 день, соответственно уже подарки утеряны, и не так можно заинтересовать этого новичка. Поэтому именно вот таким образом сейчас делаем, и хочу сказать, что если возьмем структуру Татьяны Киселевич, это вот структура из города Пружаны наша, будущая моя директорская структура, то в седьмом каталоге у нас было 11 рекрутов в каталог, так вот мы работали, сейчас ровно в 2 раза больше. Сейчас у нас 22 рекрута, спокойно идет, я думаю, что мы только набираем обороты. Кроме таких методов, повторюсь, что мы используем разные методы, работаем различными, но этот метод у нас пошел очень хорошо, очень активно, с хорошими отзывами, люди с хорошими заказами, приходят лояльно, уже появилось лояльное отношение к Арифлеям, люди не боятся, даже с удовольствием приходят, пробуют новинки, оформляют заказы, рассказывают остальным. Вот таким образом мы и разрекламировали наш офис, и, конечно, рекламируем нашу любимую компанию и получаем результат. Есть цель, скажем, не видим препятствий, идем вперед, думаю, что новые звания не за горами. Вот так проходят наши мастер-классы, так проходят наши сканирования, сейчас перелистну слайдик, сканирование тела, абсолютно по-разному тоже, бывает приходит 5 человек, бывает 15, новые подписки оформляются, летом сложнее немножко работать с продукцией Wellness, но, тем не менее, я знаю, что результат будет, вот по прошествии прошлых выходных и позапрошлых у нас 2 новые подписки на Омегу, хотя этих подписок раньше было меньше, сейчас по чуть-чуть люди начинают, конечно, смотреть и на эту продукцию. Вот, дорогие друзья, я рада, если моя информация была вам сегодня полезная, если кто-то находится в смятении и не знает, каким методом работать, помните, что если не знаете, что делать, делайте шаг вперед, когда вы сделаете шаг, дорога появится сама собой, поэтому я всем вам желаю успеха, желаю, чтобы на директорскую команду рекрутов было не 12, как Томас сказал, а как минимум по 30, по 35, тогда у нас будет у всех рост, и в следующем году на золотую конференцию поедет большое количество человек, и пусть это будет большой процент от команды Арифлейм Беларусь. Я благодарю. У нас остался еще один очень важный акцент в лидерской работе, это развитие лидерства. Мы часто с вами говорим, что рекрутинг нам необходим для выбора. Мы рекрутируем для того, чтобы найти бизнес-партнеров. Мы не рекрутируем ради того, чтобы помочь государству узнать, сколько же жителей населяет ту или иную страну. Мы не рекрутируем для того, чтобы узнать, какой средний возраст в нашей стране, и кого больше, мужчин или женщин, детей или взрослых. Мы с вами приглашаем людей в Арифлейм для того, чтобы среди этого количества людей найти наших будущих директоров, золотых директоров и бриллиантовых директоров. Поэтому каждый раз, выходя на промостойку, помните об этом и говорите себе, что среди этих людей, с которыми я сейчас поговорю, могут быть мои будущие директора. В любом случае, счастливый потребитель это даже не обсуждается. Поэтому следующий акцент, о котором мы с вами поговорим, это развитие новых уровней в вашей структуре, новых званий, новых квалификаций. Когда мы приглашаем человека в Арифлейм, мы приглашаем, конечно же, на возможности. Но для того, чтобы узнать, насколько этот приглашенный человек может стать нашим бизнес-партнером, мы проводим с ним индивидуальные встречи, которые лидеры называют бизнес-встречей либо второй встречей. Мы все знаем с вами, ну, некую воронку спонсирования мы называем. Не все те 100 человек, которые придут в Арифлейм и приобретут себе свой любимый продукт, станут нашими бизнес-партнерами. Когда мы спрашиваем лидеров на больших мероприятиях, скажите, пожалуйста, из 100 приглашенных человек, сколько у вас будет бизнес-партнеров? Сколько пойдут с вами на новые звания? Сколько людей поедут с вами на золотые конференции? Самый частый ответ, который мы слышим от наших лидеров, это 1, максимум 2 из 101 бизнес-партнеров. Мы часто, когда приезжали к вам на встречи, давали вам статистику, которую когда-то в свое время нашли в интернете и очень хорошо применили ее к нашему бизнесу. Я думаю, что многие из вас ее слышали. На 50 учеников в школе, входящий поток, будет 1 золотой медалист. И, как показывает опрос среди учителей, лидеров компании Арифлейм, они это подтверждают. Из 50 учеников на потоке 1 медалист. В университете из 50 студентов 1 красный диплом на потоке. И в нашем бизнесе точно так же из 50 консультантов вашей структуры у вас будет как минимум 1 лидер этой структуры. И если сегодня ваши менеджеры смотрят на свои структуры и видят там 50 консультантов, они могут быть уверены, что как минимум один ключевой бизнес-партнер у них есть. Но как минимум это я сама, если в моей структуре 50 человек. Поэтому мы с вами рекрутируем для того, чтобы найти ту самую жемчужинку того самого бизнес-партнера, который пойдет с нами вместе. О том, как проводить бизнес-встречи, как с командой они проводят эти бизнес-встречи, как выявляют своих бизнес-партнеров, что говорят людям, как мотивируют их растядачу по плану успеха, расскажет нам новый золотой директор из города Минска Алена Березка. Сейчас я Леночке... Тома, хочу поблагодарить за фотографность выступать на сегодняшнем вебинаре. Это мой первый опыт выступления на вебинаре от компании. И я постараюсь быть для вас максимально полезной, дорогие слушатели. Спасибо предыдущим спикерам и Наталье, и Ольге. Вся информация полезная, полезная и как новая, и также что-то, конечно же, применяем с целью повторения. Спасибо, дорогие АСМы. Тоже вся информация очень нужная, полезная. Моя сегодняшняя тема это бизнес-встреча. Поговорю, что делаем именно мы в своей команде, как приглашаем людей, для чего проводим эти бизнес-встречи, сама структура бизнес-встречи. Итак, я из структуры Екатерины и Константина Гераскиных, хочу поблагодарить своих спонсоров, они научили проводить бизнес-встречи хорошие. Собственно, ту модель, которую буду рассказывать, вот, переняла от них, и Екатерина всегда учила нас, что для поиска бизнес-партнеров нет другого метода, нежели как проводить бизнес-встречи. У нас с вами есть разные активности, это сбор товара, оборот, например, мастер-классы, велнес-клубы, продуктовые встречи, дни открытых дверей, также мы рекрутируем, также мы обучаемся, но выявить бизнес-партнера нам поможет именно бизнес-встречи, потому что для того, чтобы человек принял решение, сотрудничать ли мы с компанией «Эрифлейм» или нет, нужно ему вообще рассказать об этих возможностях и узнать он, конечно же, может об этих возможностях от нас. Итак, как часто нужно проводить те самые бизнес-встречи? Ежедневно, у нас в команде это ежедневно, хотя бы одна бизнес-встреча, и мы проводим групповые бизнес-встречи два раза в неделю. Это директорская встреча, куда можно пригласить людей, и, собственно, я уже буду рассказывать, например, как директор для своей команды менеджеров, вот эту самую бизнес-встречу. Также хочу поделиться, наверное, сразу структурой нашей бизнес-встречи. Когда мы приглашаем человека на бизнес-встречу, первостепенно, наверное, таким нулевым пунктом идет непосредственно наш настрой. Безусловно, мы должны с вами понимать, что люди, которые приходят к нам на бизнес-встречу, они не так сильно услышат все возможности, все цифры, особенно баллы, если мы хотим показать, но они увидят нас, насколько интересны эти возможности нам, насколько мы сейчас альфа-позиции, такой, да, настроенные на работу, на результат, и, безусловно, захотят либо включиться в эту команду, либо нет. Поэтому, конечно же, всегда нужно держать себя в тонусе, это наша работа, первостепенная, вот, в этом помогают разные фишки, но сегодня не об этом. И вот назначена наша с вами бизнес-встреча, человек приходит. Первым делом, первым пунктом это интервью с человеком. На самом деле, нам с вами важно искренне узнать, чего же хочет собеседник, который сидит перед нами. Я всегда ставлю для себя первой целью понять, что это за человек и чего же он сейчас хочет, потому что у нас есть разные возможности и у нас лучшее предложение на рынке и для клиента, и для консультанта, и для бизнес-партнера. И мне важно показать человеку, насколько многогранна наша компания, потому что, если он хочет все-таки быть покупателем, лояльным покупателем, нужно дать ему эту возможность. И поэтому вначале идет беседа. Мы общаемся, вопросы, которые я задаю, знаете, иногда вот ключевые мои бизнес-партнеры, они спрашивают, какие вопросы задавать. Вопросы могут быть на ваше усмотрение, потому что вы создаете свою команду, может быть, для вас есть какие-то приемлемые черты характера у людей, есть какие-то, например, совсем неприемлемые. Вы также можете, не напрямую, конечно, спрашивать, какой вы, но задавать какие-то наводящие вопросы. Безусловно, важно узнать планы хотя бы на год, на два, что собирается делать этот человек. Может он собирается уехать жить в другую страну, может у него в планах обзавестись, например, пополнение в семье будет. Это для вас, конечно же, определенные такие моменты, которые надо учитывать, включая человека в будущую команду. И, соответственно, он может задавать какие-то вопросы. Идет беседа. Итак, познакомившись, я спрашиваю всегда у человека, какие у него есть хобби, вообще, чем он занимается, какая работа, какие достижения были в его жизни. И он, конечно же, делится. Обязательно можно сделать человеку комплимент. Когда мы познакомились, перехожу непосредственно к теме разговора. В основном, приглашаем на бизнес-встречу сейчас в открытую, потому что наш бренд, он сейчас, мне кажется, набирает мощь такую, и люди доверяют нам. Мы неизвестная компания, а они хотя бы знают, куда они идут. Арифлейм, понятно. И сейчас очень открыто к новым возможностям. И, конечно же, я перехожу к теме разговора. Безусловно, рассказываю себе, я показываю свой альбом у спиха на планшете, либо такой, может быть, печатный альбом, смотря, что взяла. И говорю о том, что сейчас мне очень важно дать тебе некоторую информацию. Говорю о том, что сейчас я набираю людей в свою команду, если на самом деле я их набираю. Потому что был период, менеджеров было много, и мы росли в определенной команде. Но, конечно же, через несколько месяцев набор опять начался. Я говорю о том, что, ты знаешь, я сейчас набираю людей в свою ключевую команду. Я ищу менеджеров и директоров с таким-то, таким-то доходом, с официальным трудоустройством, социальным пакетом. вот, собственно, так вот начинаю свою бизнес-встречу. И говорю, сейчас вот будет информация, ты, пожалуйста, ее послушай, задавай вопросы. И в конце я спрошу обязательно у тебя обратную связь, что же ты думаешь насчет моего предложения. И начинаю рассказывать. Первым пунктом в бизнес-встрече я всегда говорю о компании Reflame. Я рассказываю о том, насколько наша компания, вот, кстати, в последних презентациях использую слайды из мегафорума. Это выступления Джулии и Рамон Корал, Джулии Гузман, и также выступления Юрия Михайлюка. Я говорю о годовом товарообороте нашей компании, я говорю о том, что мы десятые в мире среди всех сетевых компаний, я говорю о том, что мы предприниматели года в Республике Беларусь. И вот эти все факты со слайдами, конечно, либо с фотографиями, они человеку, который не сетевик, дают понять, что мы находимся в мощной компании, которая денежная. Я показываю, какие деньги, мне очень понравился этот слайд, находятся в сетевой индустрии, а какие деньги сейчас в музыкальной и киноиндустрии. У многих людей, кстати, вот этот слайд вызывает вопросы, то есть, неужели это так, да, это так. И, конечно же, для него это сплошные плюсы в сторону нашей компании. Он как бы успокаивается немного, что я предлагаю какое-то серьезное дело. Вот такие слайды обязательно подготовьте, они как бы очень помогут. А затем показываю, знаете, ничего такого суперинновационного может быть, нет, показываю три возможности, которые нам дает компания Арифлейм. Это отлично выглядеть, зарабатывать деньги, получать удовольствие с компанией. Безусловно, говорю, что о продукции я приглашу вас на нашу продуктовую встречу на спау. Конечно же, об удовольствии тоже расскажу. Вот уже показывала фотографии. И сейчас хочу непосредственно поговорить о доходе, потому что это лучшая возможность компании Арифлейм, одна из лучших. И, вероятнее всего, я так говорю, что если бы этой возможности не было, построение своей организации, замечательного маркетинг-плана, возможности заработать и быть финансово свободным и мне, и моим сотрудникам, команде, то, вероятнее всего, я бы не находилась сейчас здесь и не рассказывала бы вам об этом. И тут я говорю о трех видах дохода. Говорю об экономии, говорю о продажах и говорю о построении бизнеса. Об экономии, конечно же, не рассказываю про все возможные акции баллы, мне кажется, человек может ознакомиться с этим на своей страничке, все предельно понятно в чатах, в скайп-чатах, вайбер-чатах и так далее. Говорю лишь о том, что вот эта возможность экономить, она интересна абсолютно всем, и каждый человек, кто зарегистрировался в Арифлейм, он ей пользуется. И на самом деле спрашивают, как моему собеседнику такая возможность экономить 18% от покупок и еще иметь много бонусов в виде подарков. конечно же, это нравится, и мы говорим о том, что это нравится любому нормальному человеку. Затем я перехожу к продажам. Я показываю человеку, что можно заработать на вот этой вот 23% торговую наценку, он может иметь у себя в кармане, довольно-таки быстро показав каталог. Также он может получать деньги по пример-клубу и с сегодняшними спасибо компании акциями вау-лет, он также может пополнить карман мгновенными деньгами. И вы знаете, на этой возможности вот прям многие как-то они так вот сфокусируются, смотрят, им интересно, потому что мы недавно сидели с девушкой на бизнес-встречи, и она тут же заказала SkinPro, попробовала, ей очень понравилось, и она говорит, у меня уже есть много покупателей на этот товар. Вот, и мы, знаете, представили такую схему продать 10 SkinPro. Вот с продажи в 10 SkinPro это 750 баллов товарооборот на ее номере, например, она предложит их купить. Это разница. Это был доход около, по-моему, больше, чем 2 миллиона. То есть вот так вот раз и деньги у тебя есть. Ее это очень заинтересовало, знаете, люди схватывают эту возможность, но обязательно нужно ее показывать. Иногда мы боимся говорить, что тут не нужно продавать. На самом деле продавать нужно. И если в бизнес, когда мы людей зовем, мы больше говорим, нужно будет продавать возможности, себя, свой образ жизни, то в начале все равно нужно научиться продавать продукт. Его нужно попробовать. Я обязательно говорю о том, что магазин нужно будет, конечно же, сменить с какого-то на магазин Reflame, если это совсем новичок, например, он еще не лояльный консультант, потому что нужно узнать о продукте. Конечно же, ты должен пользоваться им сам. и покажите людям возможность зарабатывать продавая наш продукт. Это тоже важно. И, конечно же, я говорю о том, показываю у нас в папке возможности Reflame замечательная диаграмма о том, как можно зарабатывать на продаже в долгосрочной перспективе и строить свою организацию и получать не только активный, еще и пассивный доход. Конечно же, прямая с продажами выглядит не такой привлекательный, и люди интересуются, так как же можно заработать в перспективе еще и 5% и выше пассивного дохода, например, уехать куда-то, а твой бизнес работает. И тут я рассказываю о том, максимально просто, мы упростили эту презентацию бизнеса, я рассказываю человеку, как же можно, как можно здесь развить бизнес, стать директором и выше. Я показываю ему нашу карьерную лестницу, лестницу успеха. И мы заполняем с ним таблицу. В таблице расчерчено два столбика, несколько строк, и в одном, в некоторых строках я пишу родственники, друзья, коллеги, одноклассники, однокурсники, и соседние ячейки рядом с этими строками свободны. Конечно же, я предлагаю человеку заполнить, я говорю, давай сейчас мы абстрагируемся от Reflame, мы сейчас заполним просто такую таблицу, чтобы увидеть, каким ресурсом мы обладаем, каков круг твоих знакомых. В основном, когда люди заполняют таблицу, выходит 110-150 человек, у кого-то чуть меньше, но около сотни всегда. Тут я показываю, говорю, хорошо, давай чуть-чуть отвлечемся, и мы подумаем с тобой, что же покупает сейчас наш народ каждый день, вот будем брать ориентировочным за три недели, за месяц где-то, для себя продукт косметический, и можно еще взять и аптеку, например, лекарства, либо БАДы, вот, и сошлись к такой цифре, что 500 тысяч это минимальный вообще заказ, который тратит человек на себя и на свою семью, и в разных магазинах он тратит эти деньги в течение месяца на наши продукты, косметику и БАДы, либо лекарства. Показываю, иногда мы разбираем с ним по ктологу, то есть, что же входит в заказ человека вот на месяц, это гель, зубная паста, тушь, может, туалетная вода, пена для бритья, в общем, заказ выходит на 50 баллов обязательно, это самый минимальный, уже меньше некуда, вот базовые нужды, и это и есть вот эти 400 тысяч где-то, 400-500, и я умножаю, я умножаю 100-150 человек на вот эти вот 400-500 тысяч, в общем, выходит 60 миллионов, и тут я говорю, смотри, у тебя есть знакомые, и они, как уже говорила Ольга, мылись, моются и будут мыться, и получать наши знакомые, делая свои покупки ежемесячно, 60 миллионов организуют товарооборот во всех возможных магазинах, Мила, Крафт, Корона и так далее, кто-то, Рефлейм, и задаю вопрос, получают ли они, либо ты, какой-то процент от этих продаж, от этого товарооборота, конечно же, нет, я говорю, вот знаешь, когда я стала, я прослушала возможности компании Рефлейм, вот я говорю, сейчас для тебя ключевая фраза, что деньги здесь платят за организованный товарооборот, и вот за товарооборот в 60 миллионов, это где-то директорский товарооборот, тебе будут платить 6-7 миллионов каждые 3 недели компания Рефлейм, я говорю, ты знаешь, замечательно, когда я вникла в эти возможности, я поняла, что единственная причина, почему мои знакомые не моются в магазине Рефлейм, потому что они просто об этом не знают, они не знают о выгодах, о наших баллах, о ваулетах, и так далее, и вот твоя задача, конечно же, как хорошего менеджера, директора в перспективе, рассказать об этом, и, конечно же, говорю о том, что есть система, у нас есть система по приглашению, есть система по сопровождению этих людей, собственно, увеличению товарооборота, есть система по твоему обучению. Вот такой пакет возможностей я предлагаю человеку, конечно же, делаю это в такой беседе, я слушаю собеседника, слушаю его вопросы, и в конце спрашиваю его обратное мнение. Безусловно, обычно идут возражения, с возражениями нужно поработать, а как же все в Арифлеем, а вроде никто ничего не берет, да, такие знакомые нам всем возражения, конечно же, показываю, если все в Арифлеем, я показываю диаграмму, да, какой баг по отношению к населению Беларуси, я говорю, знаешь, все впереди у нас, вот, но даже если вдруг закончится, говорю, можно выйти на другой рынок, есть где-нибудь просто есть, ну, это, да, так вот, пошутить даже. И если человек, в основном люди очень позитивно реагируют на эти возможности, которые ты показываешь, говорит, да, можно попробовать, то здесь, чтобы закрепить результат, раньше мы как-то, знаете, расходились, вот, напиши список, или давай встретимся, и как-то вот там наша вторая, третья встреча могла не состояться. Мы обязательно с ним назначаем несколько встреч. Я не спрашиваю человека, хочет ли он это сделать, а как-то вот, не знаю даже, как перехожу к этому, но предлагаю ему сейчас даже совершить маленькую работу, и он уже с этого может поиметь какую-то выгоду, назначить несколько встреч с его знакомыми. Первое, для того, чтобы он увидел, что это реально, что люди такие же нормальные, как и он, им будет интересно прийти на подарочный спа-уход, просканировать состав тела, либо услышать о возможности, если они ищут работу. И на самом деле мы совершаем звонки, пока не назначим хотя бы одну встречу. Обычно это, ну, пять, пять звонков где-то, потому что звонит он самым близким. Вот. И уже, когда состоится встреча, то он приходит туда вместе с этим человеком, потом мы остаемся и беседуем дальше. Вот такой какой-то механизм у нас проведения бизнес-встреч. На самом деле, первые три месяца после того, как человек включается, например, если он включается в работу, вот Тома, кстати, сказал очень правильную статистику, из ста бизнес-встреч один альфа-лидер обязательно найдется, поэтому не нужно расстраиваться, если ты провел десять бизнес-встреч, иногда кажется, вау, это так много вроде как-то там за короткий период, но никто как-то, вот все они что-то вот поуходили. Абсолютно не обязаны они быть все нашими бизнес-партнерами и, возможно, и не нужно. Бизнес-встреч должно быть много, потому что не важно, кто говорит, важно, кто слушает. И обязательно найдется тот человек, такой же адекватный, готовый работать в сетевом бизнесе, как и мы с вами, которому заинтересуют возможности либо продаж, либо также построение своей организации. И он включится с вами в активную деятельность, он будет с вами поддерживать связь, он будет выполнять ваши задания, конечно же, это ключевой, наверное, фактор определения твоего бизнес-партнера, просто выполнение человеком совместной вашей его, твоих заданий, потому что важны именно действия. Вот. И три месяца первых, они испытательные, тоже говорю об этом людям, я говорю о том, что большие деньги, вот большие, это несколько, там даже сразу миллионов в первые месяцы ты можешь зарабатывать исключительно, будучи участником премьер-клуба, и я настраиваю на этот человека, потому что это отличная возможность заработать для него, и у нас пополняется сейчас количество премьер-клубщиков, потому что стали делать акцент на этом. И, конечно же, в эти три месяца мы присмотримся друг к другу, как тебе, такая деятельность, как ты, как командный игрок. Подскажите, что конкретно говорит данный новичок по телефону, приглашая своего знакомого вместе с вами, спасибо. Вы знаете, когда мы садимся с человеком, и он открывает свой телефон, безусловно, я тут начинаю много его спрашивать, что же это за человек, это моя лучшая подруга, она сидит в декретном, в принципе, все время там занята, и так далее. И когда мы ей звоним, например, бывают такие встречи, она звонит и говорит, привет, Алина, слушай, у меня есть интересное для тебя предложение, предложение денежное, есть вариант заработать, приеду к тебе на встречу, буду вместе со своей подругой, могу завтра, либо послезавтра, например, когда тебе удобно, так говорит там, да, что, как, можно и сказать про компанию Reflame, ну, кстати, последний раз мы не говорили, но там был настолько близкий человек, мы поехали просто к ней домой, это было в тот же день, и провели встречу. Очень часто человек приглашает своих знакомых в начале просто познакомиться с продуктом, если же этот человек ищет непосредственно работу, то мы приглашаем его, могу позвонить я, даже с телефона этого человека, сказать, здравствуйте, я звоню по рекомендации от такой-то, вот мы сейчас находимся рядом, я являюсь директором компании Reflame, и сейчас набираю людей в команду на работу, это либо частичная, либо полная занятость. Предлагаю нам встретиться, для того, чтобы рассказать вам о своем предложении, можно сказать, что вас порекомендовали как инициативного человека, кто сейчас находится в поиске. Наше интервью займет около часа, предлагаю вам в среду, либо четверг, какое время вам удобно, четверг, первая, либо вторая половина дня, отлично, встреча назначена, предварительно вам позвонят и уточнят, состоится ли наша встреча. Как-то так. То есть, конечно же, индивидуально тот человек, который сидит рядом с вами, может сказать вообще, кому мы звоним. То есть, либо это мама в декрете, либо это человек очень занятой, который работает на двух работах, не успевает за собой смотреть, и может быть, ей и стоит сходить на наш спа-уход. Возможно, этому человеку он сразу скажет, вот этому, например, wellness. Я рекомендую человеку, который включается в работу вместе со мной, за каталог выйти на 9%. Я говорю, давай попробуем, и мы сможем сделать этот результат исключительно с нашими знакомыми. Конечно же, когда мы встречаемся, он узнает, например, на третьей встрече, что есть и теплый рынок, и холодный рынок. Но вначале мы работаем именно с теплым рынком, потому что статистика такова, что из теплого рынка из 20 встреч, 15-16 точно зарегистрированных, и в основном еще и с заказами. Они лояльны, если это еще личная встреча, вообще здорово. Конечно же, холодный рынок, дело обстоит по-другому. Статистика в несколько раз хуже. Из 20 звонков, может быть, вообще одна регистрация. И я предлагаю активно встретиться с его знакомыми. Вообще, для меня это тоже важно. Я вижу окружение человека. Вы знаете, очень важно, наверное, на выборе бизнес-партнера искренне интересоваться этим человеком. Тем, вообще, какой ресурс у него, какие знакомые, чего же он все-таки хочет. Нужно раскопать это видение в нем, показать обязательно. Тоже, наверное, не на первой бизнес-встречи, а потом, чтобы он знал, ради чего он будет это делать. И, безусловно, очень плотно его сопровождать. Последний тренинг у нас состоялся с нашими спонсорами, Екатериной и Константином. Мы проходили такой лабиринт с закрытыми глазами. Вокруг стояла команда и руководила, куда идти. И вы знаете, каждая секунда должно было идти какое-то слово, потому что, если слова не было, человек просто, он оступался и, собственно, уже вылетал из этой игры. И вы знаете, только тогда я осознала, как мало я сопровождаю иногда вот этого своего новичка. Он нуждается в нашей подсказке, прям вот четкой руководстве к действию каждую минуту. Он ждет этого, он ждет четких указаний. Не бойтесь их давать людям посложнее задания уже с определенного уровня, потому что только тогда он как-то раскроется и тоже себя почувствует лидером, что я могу. Поэтому, безусловно, я даю задание. Новичку идет задание приводить людей на спап-процедуру. У нас есть офис на спап приводить, на велнос приводить, на бизнес-встречу организовать, если это возможно, домашний мастер-класс, чтобы познакомиться с его домашними. Ну, конечно же, это тоже индивидуально. Безусловно, посещение мероприятий. Когда человек включается в работу, он проходит в бизнес-школу. Бизнес-школа проходит у нас по средам, две части в офисе. И мы говорим о сетевом бизнесе, как индустрии, на первом части бизнес-школы. Мы вообще рассказываем, проштудировали информацию, что же такое за сетевая индустрия у нас. На самом деле, это бизнес, в котором нужно обучаться. Человек должен знать, куда он идет. Тот, кто уже дал вам положительный ответ. Обучайте людей, давайте задания. На самом деле, все очень просто. Когда у нас сбивается фокус, вроде что-то не получается и так далее. Конечно же, у нас висит такая тоже табличка вот с последней встречи в усадьбе Ваньковичей давала, по-моему, Анна Козловская. Спасибо. Какие мероприятия, что дают? Вот, собственно, спа-уходы, wellness-встречи, продуктовые встречи, огни открытых дверей. Это товарооборот. Что на промостойке, встречи с шариками, в парке мы проводили акту, стендерли промеж, направлены на рекрутинг. И, конечно же, нам нужно проводить бизнес-встречи для того, чтобы найти тех самых бизнес-партнеров. Ведь платят нам здесь за количество обученных людей. И ты не должен здесь один развиваться и делать все сам, потому что рано или поздно ты устаешь. Обязательно должна быть команда. И именно благодаря этим бизнес-встречам ты и находишь этих людей ключевых. Вот, собственно, поэтому мы всегда держим фокус. Мы держим фокус и на поиске ключевых бизнес-партнеров. Наш фокус на, конечно же, товарообороте. Вот, и на развитие лидерства обязательно. Если человек вступает в нашу команду, он посещает, конечно же, планерки, обучение и офисное. И отлично, что он есть от компании. Вот. Поэтому, наверное, это все, чем я хотела поделиться. Может быть, есть какие-то вопросы, с которыми он может справиться, он может его обучить. Вот. И, в принципе, если бы один реальный бизнес-партнер появлялся каждые три месяца, это было бы здорово, который бы через шесть месяцев, да, через течение года становился директором. Поэтому я желаю всем поставить себе обязательно цель найти бизнес-партнера. Я желаю всем вносить в график своего, своей работы, когда вы планируете неделю, первоочередно это бизнес-встречи и те мероприятия, которые приведут именно нас к результату, а затем все остальное. То есть держать фокус. Желаю вам постоянно поддерживать фокус в вашей команде, потому что он на самом деле сбивается, и нужно как бы людям будоражить у них это видение, показывать, куда же мы идем, зачем и бизнес-встречи, и все остальное. Вот. И, конечно же, желаю всем квалифицироваться на конференцию в Анталию и в Стамбул. Быстро рассмотреть огромные преимущества приобретать продукцию для себя и своей семьи именно в компании Арифлейн. И первое, о чем мы говорим всегда, это золотая, мега-золотая конференция для лидеров и менеджеров компании Арифлейн. Мы начинаем с вами с золотой конференции для золотых директоров и выше в Стамбуле. Три дня проводим таким составом, а потом отправляемся в Анталию, где 4 дня вместе с менеджерами и директорами, выполнившими квалификацию, проведем оставшуюся часть мега-золотой конференции. Квалификация уже началась. Квалификация началась с каталога номер 5 2015 года и закончится каталогом номер 4 2016 года. Я надеюсь, что каждый из вас знает свой индивидуальный план по количеству 22% групп. И, конечно же, каждый из вас держит фокус на новое звание для того, чтобы отметить новое звание в таком замечательном месте, с замечательными людьми и разделить праздник компании со своим личным успехом и достижением. Ну и, конечно же, то, что требует от нас особого внимания и контроля, это золотая конференция для менеджеров, которая состоится в Анталии. Старт квалификации начался в каталоге номер 7, мы уже практически в золотой середине периода квалификации. То, что важно отслеживать в каталоге номер 11 и в дальнейших каталогах, это минимальный план по количеству квалифицированных рекордов, а также рост процентного уровня, так как одними квалифицированными рекордами, как говорится, новые уровни не сделаешь. Поэтому важно для себя спрогнозировать свой рост по плану успеха, свой выход на уровень старшего менеджера, директора и, конечно же, в ежекаталоже можно отслеживать необходимые критерии для квалификации на эту конференцию. У нас успешно стартовал проект в поддержку менеджеров, которые планируют все-таки стать участниками этой потрясающей конференции и отправиться вместе со своими золотыми директорами в Турцию. Две встречи уже прошли, очень хорошие отзывы мы сегодня получаем от участников данных встреч, так как это возможность не только познакомиться с такими же растущими менеджерами, обменяться опытом, но это возможность прежде всего для себя понять, что еще я могу делать лучше для того, чтобы успешно пройти квалификацию, для того, чтобы отправиться на это мероприятие. Третья встреча состоится совсем скоро, она пройдет в потрясающем месте, это отель Пекин, который находится в городе Минск, кто-то из вас может быть проезжал мимо этого отеля, когда ехал на наши большие мотивационные встречи в концертный зал Минск, потому что отель находится совсем рядышком, буквально через дорогу, здесь на слайде вы видите фотографии, как выглядит этот отель, это потрясающе красивое место с какой-то своей, такой, знаете, восточно успокаивающей атмосферой, которая настраивает вас на такой расслабленный лад, и тем не менее в этом отеле состоится встреча, на которой точно так же будут выступать успешные лидеры, делиться опытом, мы с вами подчеркнем новые идеи, итак, 8 сентября 2015 года, третья встреча курс на Анталии, и вы помните условия квалификации, которые мы объявляли для менеджеров и впервые для лидеров компании Арифлейм. Менеджеру необходимо быть на уровне 9% и выше, необходимо выполнять свой минимальный план по количеству квалифицированных рекордов, необходимо иметь отрыв от ниже стоящего менеджера, а также четкий план на эту поездку, на квалификацию. Я рассчитываю на то, что все те менеджеры, которые участвуют в этих встречах в Коснаталию, действительно таким же составом отправятся в Турцию, потому что прежде всего этот проект компания запустила не для того, чтобы показать вам красивые места в Беларуси, а для того, чтобы дать вам практические знания и навыки помочь вам в этой квалификации и сделать так, чтобы ваш рост по плану успеха был еще быстрее и стремительнее. Поэтому 8 сентября мы будем ждать всех участников на этой встрече. также вы можете открыть свои ежедневники, календари и отметить себе дату 15 октября 2015 года, когда состоится четвертая встреча проекта Курс на Анталию и внимание, условия квалификации для менеджеров на этой встрече. Так как я уже сказала, что одними квалифицированными рекрутами новые звания мы с вами не сделаем, а для квалификации на конференцию для менеджеров необходимо выйти на принципиально новый процентный уровень, повысить свой уровень по отношению к старту квалификации, то мы вводим такой критерий, как прирост баллов бонуса. Вам необходимо по итогам каталога номер 13 показать прирост плюс 20% в баллах бонусов по отношению к каталогу номер 11, то есть к текущему каталогу. Также иметь отрыв от ниже стоящих менеджеров, а также внимание, удвоить свой минимальный план по тюшкам в каталогах номер 12 и в каталоге номер 13. Я специально выделила букву И, обратите внимание, ли там нету, то есть это и в 12, и в 13, а не или. У нас нет возможности выбирать, в каком каталоге выполнять квалификацию. Пора уже выполнять квалификацию в каждом каталоге, потому что это не только участие в вашей золотой конференции, это ваш рост по плану успеха, это ваши доходы, это ваши реализованные мечты, это те обещания, которые вы каждый день даете своей семье, уходя работать в офис компании Арифлейм. Поэтому растем по плану успеха, делаем прирост баллов бонуса, увеличиваем количество рекрутов, увеличиваем количество квалифицированных рекрутов и принимаем участие во всех встречах в курс на Анталию, вместе с вами едем на эту конференцию большим дружным коллективом компании Арифлейм Беларусь, покажем, на что способны белорусы. Дорогие лидеры, для вас у нас также будут условия квалификации на следующую встречу, о которых мы скажем вам немного позже. Вы помните, что для того, чтобы принять участие во встрече 8 сентября, вам необходимо выполнить следующие критерии. 70% активности персональной группы по итогам каталога номер 11 и 10% рекрутирования по отношению к вашему баку предыдущего каталога. Ваши личные индивидуальные планы каждый из вас получил на электронную почту, мы высылали их в скайп-чатте, мы проговаривали их на индивидуальных координациях, а также многие из вас получили эти планы в Вайбере, в Скайпе, во всех каналах коммуникации с вашим астмом. Осталось не так много времени до конца каталога, давайте с вами отработаем его на 100%. У нас еще есть действующая программа для лидеров, это программа «Мой автомобиль» и возможность получить дополнительный бонус в миллион 2 и 3 за рост товарооборота, за появление новых старших менеджеров в вашей структуре. Итак, будет звание директор и выше в текущем и предыдущем каталоге, будет на уровне 22%, выполняя необходимые критерии по приросту баллов бонуса, либо вывести новую 22% на группу, а также сделай личных 200 баллов бонуса и получи свой дополнительный бонус в денежном эквиваленте. банкет директоров еще в нашей памяти не угасли отголоски прошедшего банкета директоров 2016 года. Это было потрясающее мероприятие, это было безумно красивое награждение наших новых бриллиантов и директоров. Впервые такое большое количество новых бриллиантов и директоров мы поздравляли на банкете. Но, тем не менее, уже стартовала квалификация на следующий банкет. Банкет 2015 года состоялся, это было, как говорится, вчера. Пора подумать о том, в каком звании вы и ваши бизнес-партнеры поедут на банкет директоров 2016 года, квалификационный период с каталога номер 7 по каталог номер 6 2016 года и условия квалификации. Конечно же, для каждого из нас есть основное условие квалификации, это закрыть новое звание с уровня директора и выше. И каждый лидер хочет на этом банкете быть не просто гостем-наблюдателем, а быть непосредственно его участником. Потому что каждый раз поднимаясь на сцену, это абсолютно другие ощущения, это ощущение, что весь праздник крутится вокруг тебя, это твой день, это твой вечер, это твой звёздный час. Поэтому я уверена, что каждый из вас запланировал своё новое звание. Если же вам нравится больше роль наблюдателя и вам интереснее порадоваться за других людей, а самому не стоять на сцене, то вы можете выполнить план по переквалификации по группам. С этого года у нас изменились условия переквалификации, они звучат следующим образом. Увеличь количество 21% групп, суммарное количество, на плюс одну в этом квалификационном периоде. То есть, если вы хотите просчитать самостоятельно свой план и не смотрите лидерские отчёты, то вы можете посчитать суммарное количество 22% групп, которые у вас были в прошлый период в квалификации, то есть с каталога номер 7 2014 года по каталог номер 6 2015 года считаете, сколько было суммарно 22% групп, и к этой сумме необходимо сделать плюс одну группу. Я напоминаю вам, что уровень «Софировый директор» и выше по результатам каталога номер 6 дают вам автоматическую квалификацию на банкет директоров. Итак, запланируйте своё новое звание, обсудите с командой в каких званиях они отправятся на банкет директоров, кого вы возьмёте из спутников на это мероприятие и действуйте. Летние предложения, которые действуют для нас ещё в 12-м каталоге, это, конечно же, каждую неделю интересное предложение в рамках программы «Вау Лето», это квартальная рекрутинговая компания «Счастливые дети, счастливая ты» и, конечно же, акция лояльности, искусство «Жить красиво» для абсолютно всех консультантов компании «Рефлейн». Осталось всего три дня до конца каталога номер 11, что важно проверить прямо сегодня. Если это консультант-потребитель, то убедитесь, что он разместил заказ в текущем каталоге и, соответственно, стал активным консультантом, что повлияет на вашу квалификацию на встречу «Курс на Анталию», а также сообщите всем вашим консультантам, если вдруг у них есть сгадающие баллы лояльности о том, что они еще не использовали возможность получить свой подарок и нужно успеть его заказать. Для менеджеров что важно проверить прямо сегодня, это, конечно же, выполнение плана на Анталию, выполнение плана по квалифицированным рекрутам в персональной группе в каталогах 9, 10, 11 и 12. Я напоминаю вам, что есть правила, согласно которым необходимо выполнять план по минимальному квалифицированному рекрутингу как минимум в 9 каталогах из 12. Если кто-то на старте не успел, пожалуйста, успейте включиться и не пропускайте ни одного каталога. Программа «Турборост» для менеджеров еще продолжает действовать до 4 каталога 2016 года. Успейте получить бонусы, успейте помочь вашим консультантам и менеджерам получить дополнительные бонусы по этой программе и убедитесь, что все те, кто уже вступил в программу «Турборост» и проходит третий каталог квалификаций, в этом каталоге будут получать свой бонус, разместили заказы на 150 баллов и подтвердили свой процентный уровень. В рамках рекрутинговой компании «Счастливые дети, счастливая ты» если вы спонсор новых консультантов, убедитесь, что вы разместили минимальный заказ на 50 баллов бонуса для получения спонсорских баллов, а также для получения дополнительных спонсорских баллов необходимо наличие 150 баллов бонуса, а также отрыв от ниже стоящего менеджера. Для директоров что необходимо проверить? Конечно же, квалификации программы «Счастливые дети, счастливая ты» это наличие личных 150 баллов, это необходимый уровень активности 70% и выше в каталоге номер 11 для квалификации на встречу проекта «Кость» на «Анталию», а также для того, чтобы понимать, с кем вы будете, сделать следующие звания. Проконтролируйте ваших менеджеров квалификации на эту конференцию, убедитесь, что вы выполняете свой план на конференцию, на следующую золотую конференцию, а также убедитесь, что в этом каталоге вы забираете бонус «Мой автомобиль» и уже знаете, как его применить. Ну и, конечно же, наличие личных 200 баллов для того, чтобы получать все ситуационные бонусы плана успеха, также необходимо в этом каталоге. У меня к вам не просто предложение, у меня к вам призыв, давайте закрываться в пятницу, а лучше сегодня подтянуть уже все хвосты, потому что каждый раз в субботу мы с ужасом смотрим на то, что еще не успели завершить в последней неделе, в последние часы пытаемся все вопросы закрыть. Сайт такой нагрузки не всегда выдерживает, из-за чего иногда электроэнергия тоже дает сбой, сайт немножко притормаживает, поэтому давайте закрываться заранее, давайте спокойно в субботу уже поднимать бокал шампанского, а может быть лучше бокальчик сангрии, для того, чтобы уже проникнуться предстоящим путешествием в Валентию, и спокойно провести выходные вместе со своей семьей, а не с пышной шевелюрой, закрывая каталог, до волоса стоят дыбом, в глазах ужас, где еще дополнительный час. И вы знаете, замечательную праздновку когда-то сказал топ-лидер номер один мира Арифлейм Владимир Полежаев, никто не придет и не раскрасит вашу жизнь яркими красками, вы сами в ответе за вашу жизнь, вы сами создаете свое будущее, вы сами создаете будущее своей семьи и своих детей. Здесь это не поле чудес, это просто немножко поехал шрифт, здесь написано слово «Действуйте» на экране, вспомните формулу успешного роста и развития, обсудите ее с вашей ключевой командой, сделайте все необходимое для того, чтобы в вашей команде были все три составляющие успешного роста. Первое это четкое понимание, что у вас на сегодняшний день есть абсолютно все возможности для того, чтобы сделать свою жизнь такой, какой вы хотите. У вас есть план, мечты